здравствуйте господа начинаем трансляцию по эзотерике меня зовут андрей дуйко я руководитель эзотеристской школы кайлас сегодня оставил пост фейсбук напишите ребята задайте свой вопрос мне отвечу на него в сегодняшнем вечернем вебинаре по эзотерике также транслируется сейчас в ютубе я вижу ваши посты в youtube наталья пингерна андрей андрей здрасте здрасте я постараюсь ответить на все вопросы по возможности потому что вопросов получилось много ну и давайте по чуть чуть начнем и так все комментарии выделяю получилось здесь вопросов даже если час назад выкладывают все равно вопросов очень много ну что ж и так сергей василенко здрасте андрей андреевич подскажите пожалуйста санга и 70 также для мужчин подойдет да он для всех подходит если есть семья увеличение материального благополучия восстановления идиллии в семье правильно ответила вам татьяна бандеряк наталья полгородник здрасте андрей андреевич у нас покровский донецкой области сейчас нет газа связи с чем сказали что отопление зимой не будет есть надежда что к зиме все наладится и мы не замерзнем нет такой надежды по возможности оставляйте место вашего проживания переезжайте в другое место не будет у вас тепла старайтесь как можно быстрее либо придумать буржуйки какие-то либо выезжать татьяна бондаренко скажите пожалуйста есть обряд день рождения тянуть ребенка за уши да какое это значение с позиции эзотерики когда ребенок когда человек растет то у нас есть мысли мечты когда мы поднимаем глазки вверх мы мечтаем и нагружающие нас события которые заставляют нас быть угрюмыми куда смотрит угрюмый человек как правило угрюмый человек смотрит себе под ноги человек смотрит себе под ноги когда он переживает боится когда у его мучает что-то когда болит даже у человека что-либо он часто смотрит себе под ноги или смотрит или направляет вниз свои глаза объяснение этому конечно же мы найдем у ричарда бендлер а это в его идеях нейролингвистического программирования и так далее сегодня кстати об этом тоже расскажу но по моему мнению когда мы ребенка начинаем за уши тянуть то мы его вырываем ближе к мечтам почему ребенок мечтает у него впереди целая жизнь он должен вырываться из тех угрюмых состояний в которых он находится именно поэтому данный обряд он хороший также когда ребенка тянут в уж уж и вверх то это связано с тем что народ на протяжении многих веков заметил что когда ребенок рождается ли когда молодой человек у него уж и нормальная но один из признаков старения заключается в том что у человека начинает активно расти нос и активно продолжают расти уши то есть когда человек перестает расти то его уши и его нос продолжает расти именно поэтому взрослые люди они обычно имеют немножко больше уши чем обычные люди и здесь связано вот с чем если у взрослого человека уши больше они выросли тогда если подергать малыша или подергать взрослого человека то таким образом произойдет усиление ну гипотетические эзотерические усиление роста ушей что в дальнейшем как бы приведет к тому что человек будет дальше продолжать жить будет дальше продолжать расти и так далее поэтому человеку говорят быстро загадывай свое желание мы тебя за уши подергаем чтобы жил чтобы был счастливым чтобы в жизни было все хорошо и тогда ирина викторовна здрасте андрей андреевич одноклассники и присутствующие здрасте вопрос рухак тавлата читать как мантру или кодом как хотите можно на вдохе рухак на выдохе тавлата либо одним словом рухак тавлата как эффективнее так и так анжела николенко здрасте андрей дри стоит ли мне уезжать в ирландию на заработке не стоит айгун чар что ожидает страны снг которые граничат с россией после войны будет ли там железный занавес такой компрометирующий меня вопрос но скорее всего не улучшится состояние у стран которые граничат и является соседями российской федерации состояние этих стран ухудшится людмила андрей андрей скажите пожалуйста мне оставаться на своей работе задумываясь торговать овощами с уважением людмила и главное будут ли жаркие бои в херсонской области будут новотроицкий район тоже в новотроицком будет не очень приятная ситуация нужно ли торговать овощами получится смело можете начинать получится светлана стрюкова скажите муж дочери создал сайт по авторской программе по психологии и реклама есть и сайт а люди не обращаются он делал перерывы снова возвращается к сайту что-то меняет стоит ли ему продолжать зарабатывать разрабатывать сайт или поменять вид деятельности сейчас люди очень опрометчиво создают сайты и думают что их сайт кто-то должен находить потом запускают рекламу и и запускают facebook или запускают ее где-либо на самом деле так это все или так эта система не работает все надо начинать так и у вас уже есть сайт я вас поздравляю вы первый этап преодолели то есть создали программу создали сайт с описанием и так далее теперь вы должны донести себя и создать экспертность свою каким образом легче всего это сделать так сделайте в facebook ролик или в youtube ролик где призовете или скажете людям о том что вы собираетесь преподавать то или иное обучение или создавать такое обучение и включите интересы этих людей facebook или в youtube выберите свою аудиторию которая будет находиться рядом с вами выберите показы и запустите такую рекламу тогда именно через youtube и facebook и instagram к вам будут записываться и вас будут находить вообще хочу сказать что продажа или искать людей через сам сайт очень сложно это чрезвычайно сложно сделать почему во всем мире количество сайтов даже с вашей тематикой даже по вашему региону она бесчисленное количество а количество людей которые ищут возможности пройти такое обучение она есть но этих людей чрезвычайно сложно находить обычно это делается заведомо то есть человек публикует что-то бесплатное допустим какой-либо пост 1 10 100 постов после чего выкладывает youtube какую-нибудь объяснение того чем вы занимаетесь почему это необходимо после чего начинает продвигать это в каких-то идиоматических группах которые в которых находят таких же людей то есть это такой вопрос ни одного дня то что вы сделали сайт это очень хорошо теперь начните о нем говорить начните говорить в стримах в тик токи начните говорить в прямых эфирах в ю тубе в прямых или коротких эфирах в шортсе старайтесь находить ключевые слова и так далее продажи через интернет это ну наверное искусство на сегодняшний день потому что приходится общаться с большим количеством таких же желающих продавать в интернет людей и сделать это с разгона нахрапом и вот так скорее всего будет очень сложно мой совет начните продавать через instagram сделать это легче всего в instagram больше всего людей я являюсь поклонником youtube но дело в том что с youtube не так все легко в youtube нужно youtube нужно завоевывать наверное так нужно сказать очень долго то есть это дело не одного дня вот смотрите как это все работает очень часто человек создал 100 видео опубликовал и думает почему к нему не приходят и его не видят дело в том что нужно для того чтобы youtube канал хорошо работал у вас для того чтобы он создавал для вас имя необходимо сделать так чтобы у вас было тысяча видео смотрите тысяча видео будет около 500 тысяч подписчиков будет у вас 2000 видео будет у вас около миллиона подписчиков это в том случае если ваши видео будут нерелевантными то есть не будут иметь ярких названий и так далее а если вы немного поработаете над тегами над описаниями и так далее почему так устроена один человек должен найти одно видео а так из-за того что видео много и у них разные названия описания такие видео будут видеть много людей они будут попадать где-либо в каких-либо каталогах люди начнут находить один человек может одно два три видео посмотреть на вашем канале из-за этого появляется там тысяча человек которые приходят и смотрят потом 10 тысяч и так далее если у вас только 100 видео ну таким бесплатно вы скорее всего канал не раскрутите когда наладится финансовое положение смотрите в случае если у вас сейчас плохое финансовое положение то почему оно должно быть хорошим почему то есть что должно поменяться и что поменялось как оно должно наладиться если сейчас оно плохое это разве ко мне вопрос то есть что должно произойти это одно из двух либо человек должен измениться либо ему повезет как-то но какие должны быть способы улучшить финансовое положение екатерина резун андрей андреевич здравствуйте подскажите что будет с долларом мой бизнес зависит напрямую от доллара доллар будет расти во всем мире это будет продолжаться еще длительное время на протяжении ну наверно года и трех месяцев доллар во всех странах будет увеличиваться а евро а евро уменьшаться татьяна не мерченко спасибо за все знания которые вы даете скажите можно ли волонтерскую работу чему-либо посвящать да можете посвящать миру быстрому выздоровлению своему материальному благополучию можете посвящать быстрому замужеству и так далее ольга фою здрасте подскажите хочу купить недвижимость центре киева но очень стрёмно из-за войны не стрёмно а переживаю неизвестно куда прилетит ракета в то же время вижу как обесценивается евро подскажите лучше в данной ситуации пережидать войну или покупать недвижимость в киеве недвижимость в киеве так и будет снижаться сейчас время когда можно покупать недвижимость в киеве но она будет еще более снижаться под завершения войны завершение войны будет аж в феврале месяце и дождитесь ближе к февралю потом покупайте вообще хочу сказать что недвижимость в дальнейшем в киеве будет существенно выше чем та стоимость которая сегодня или даже год назад поэтому смело можете приобретать недвижимость не нужно переживать что в центр что-то прилетит сейчас в центр точно в ближайшее время ничего не прилетит виктория гур задала вопрос о ребенке получила на него ответ скажите что будет дальше с харьковом когда можно будет возвращаться будет ли работал мужа и моей мамы после возвращения домой будет у мамы вашей у мужа чуть чуть позже будет а возвращаться можно уже будет в конце августа то есть через месяц мубарак габазова спасибо большое за знание спасибо пожалуйста ирина иванова скажите все ли будет в порядке с моим старшим сыном и моей мамой они в киеве все или хорошо будет с нашим новостроем все будет хорошо вложили новострой правильно ли я приняла решение на год с детьми в литве правильно да все будет хорошо никто не погибнет все останутся живы и не нужно бояться с первого дня войны моя дочь не работает хозяева закрыли пиццерию до сих пор не открывают говорят может быть позже откроем обстановка дома не из лучших у меня ухудшилось здоровье скажите когда дочь начнет работать и когда окончательно ее окончится ее одиночество ей 45 лет бухгалтер спасибо большое за ответ одесса что необходимо делать смотрите если у человека есть идея работать то ему ничего не мешает это сделать нужно идти на любую работу это выглядит приблизительно так кем можно сейчас работать нужно сесть и сказать что кроме бухгалтерии я умею делать и дальше сказать у меня руки на месте у меня ноги я могу быть уборщицей досматривать за чужими детьми там гулять с собаками и так далее после этого по этим вакансиям или там подметать убирать там клининговые компании постараться в этом направлении найти для себя работу смотреть за престарелыми людьми и в этом направлении постараться найти работу давайте попробуем это сделать итак сейчас напишу работа сейчас требуется уборщица в одессе требуется дома работница одесса и смотрим и так сегодня разместили объявление требуется дом работница в одессе дальше требуется дом работница в одессе приморский публиковано объявление позавчера заработная плата от 27000 гривен в месяц дальше требуется работница с проживанием тоже одесса приморский от 8000 до 14 требуется дом работница 250 метров это пахать придется в аркадии можно с проживанием 14000 на пятидневку 17000 дом работница без опыта 800 гривен в день дом работница 350 метров царское село в приморском районе 16 с половиной тысяч одним словом вот люди говорят нет работы а по моему мнению нужно просто переориентироваться для того чтобы эту работу найти но она же есть вот если честно может быть просто нет желания такого алексей баса басевской басевской да как правильно поступить подскажите подскажите пожалуйста я нахожусь в польше подал документы на визу в канаду мне нужно сдать отпечатки пальцев для этого нужно приехать в консульство они есть и в польше но здесь все занято свободных дат нет ближайший в германию послушайте они дочитал письмо хочу вам сказать не едьте в германию на этом закончится для вас все вы скорее всего будете иметь проблемы которые связаны с законом оставайтесь польше ищите возможность оставаться в польше любыми способами тогда не нужно в канаду стоит ли мне ехать в германию это может быть незаконно о и получите депортацию так и будет именно так и будет поэтому забудьте о канаде оставайтесь польше ищите работу в польше и живите в польше все будет хорошо оксана буд благодарю за такую возможность временно находилась у другой стране в болгарии сейчас вернулась в киев оставаться в украине все налаживать и двигаться вперед или уезжать обратно оставайтесь все будет хорошо светлана краснопольская что будет со мной с вами будет дальнейшая жизнь когда человек говорит что будет со мной то он думает что конец на самом деле это только начало когда я просыпаюсь каждое утро то как бы я себя не чувствовал я обычно произношу эти слова впереди у меня целая жизнь впереди у меня целая жизнь и я не пропущу ни одного момента чтобы этой жизнью не насладиться обычно я делаю так раньше моей жизни меня раздражали близкие знакомые раздражали как люди едят там чешутся ведут не так как я хочу это и так далее но когда я очень болел в моей жизни был такой период то я понял что дальше может не наступить я перестал обращать внимание на частности то есть когда человек говорит мне нравится мне не нравится игры это его проблемы главное что мне нравится что этот человек является частью моей а то что ему плохо или хорошо я буду стараться делать чтобы ему было хорошо я даже часто говорю эти слова нет человек который живет со мной неплохой просто ему видимо плохо и когда человек там вредничает или еще что-то происходит я обычно говорю как ты себя чувствуешь ты хочешь об этом поговорить может нам нужно что-нибудь или обнимаю этого человека или глажу и понимаю что человек зависим организм зависим от эмоций эмоции зависят от организма из каждым человеком может что-то проходить но я решил для себя обращать внимание больше на объем своей жизни чем на частности то есть я стараюсь вот там дети непослушные или там чего-то не хватает жизни и так далее я обычно говорю зато жизнь идет зато можно ее воспринимать как жизнь а жизнь это большая драгоценность и воспринимаю жизнь как прекрасное событие можно наслаждаться жизнью а если завтра не произойдет но он уже происходит сейчас ну вот я стараюсь сделать все для того чтобы сейчас не омрачалась до разные ситуации бывают мы тоже сейчас переезжали из киева когда были бомбежки в другой город украины и возвращались сейчас в киеве находимся и сейчас все мы переживаем я очень переживаю вчера даже вчера даже очень расстроился потому что попавшая ракета крылатая в венецу которая попала в дом офицеров это место которое очень хорошо знаю там никак это с офицерами не связано там парк гуляла много людей знаю всех людей которые там среди этих знакомых были мои знакомые которые погибли объяснить это с позиции хоть чего-то невозможно это конечно паскудство и бесстыдно и бесстыдно и просто нападение считаю что это просто ужасно то что сейчас происходит нет этому объяснения понимаю что это все расстраивает я сам стараюсь помогать максимально в соу стараюсь быть частью этой страны стараюсь быть полезным в этой стране стараюсь помогать максимально всеми своими силами насколько это возможно и хочу сказать что все равно даже если это происходит я не забываю о том что мы живем это не меняет мое отношение к моим близким не меняет мое отношение к моей семье я не позволяю этому мороку этому ужасу захлестнуть еще и отношения в семье захлестнуть мое отношение к работе захлестнуть мое отношение к чему-либо я все равно пытаюсь создавать процесс в котором будет прекрасно и дети мои не виноваты поэтому я не показываю никакого вида и не показываю своего расстройства и жена не виноваты и близки не виноваты стараюсь быть максимально и радостным и счастливым и так далее но что там уже внутри делается это уже не касается никого главное главное иметь чувство что жизнь скоротечна и война в очередной раз это показывает до завтра может не быть но зато сегодня может быть один из самых прекрасных дней которые когда-либо можно было проживать трассе скажите что будет чернобаевки в херсоне там мамы и родственники очень переживаем мама от эвакуации отказалась вместе с домом который самостроила как защитить маму и дом идите на мой сайт duiko.guro ищите символ от войны или символ защищающий и дарите им будет будет ли с домом все хорошо но у меня идет что будет эля космякова получится ли мне переехать турцию жить пока нет нахожусь в бельгии находитесь не торопитесь в турцию здравствуйте спасибо за марафон у меня все получается и везение тотальная да скажите моя дочь татьяна хочет купить машину и уехать в уэльс на автомобиле мы с начала войны живем в италии работаю она подрабатывает очень переживаю скажите у нее все будет хорошо да у нее получится получится ханом ханом у меня получится приобрести квартиру которая нравится ватырау в этом году нет с работой как-то непонятно все ли будет хорошо и рассматривать другие возможности ищите другие возможности диана назарова что нужно сделать чтобы бывшая жена моего брата и и две сестры перестали делать нашей семье магическое воздействие они стараются уничтожить нашу семью чтобы завладеть имуществом нашей семьи берете делают на смерть берете и делаете так сегодня как раз последний день полнолуния ложите или кладете черную материю ставите восковую свечу вечером и со своими слезами прямо плача и говорите глядя на свечу говорите а ставите свечу прямо в соль или на соль насыпаете на черную материю соль ставите свечу восковую произносите пусть все кто желает и воздействует на меня магические в виде подкладов там вольтов чего-либо пусть это все магическое вместе с моими слезами вместе с моими страданиями с любыми приворотами с глазами пусть все идет в кристалл соли после чего берете этот кристалл соли заворачиваете в черную материю выходите выходите завтра можно днем выйти закапывайте на перекрестке можно не на перекрестке в землю и сверху ставите маленькую бутылочку чекушку водки открытую уходите не креститесь и можете сходить церковь покаяться за все ваши грехи вячеслав гунько какое направление для трудоустройства лучше выбрать как предоставить мне доступ к марафону номер шесть ранее приобрести не смог нужны практики для преобразования всего негативного которое было направлено на меня с целью преобразовать этого блага есть очень хороший семинар у меня называется избавление от зла вот очень хороший такой семинар также есть ряд сангая среди которых 69 именно 69 снг а там я очень активно рассказываю провожу целую работу такую двухчасовую по преобразованию любого негатива и зла в позитив и добро не бойтесь потому что больше всего на человека влияет того который больше всего боится поэтому чем больше боится человек тем на него и происходит сильнее влияние как зарядить талисман для образования и где его можно носить на шее носят талисманы работают ли символы талисмана если не прошел первую ступень школы кайлас работают да я извиняюсь налью себе водички почему-то хочется пить не надо было с утра принимать виски сангурсовый андрей андреевич уже уже на війне за лютого месяца весь час на передовій набираю вагу воюю важко стал намагаюсь меньше жертвы все дарма взяв код и малюнок на сход на нем може винду поможет парать точеной будь бои формы на мене не мая и переймаюсь спешуть звиском для того чтобы похудеть я рекомендую использовать один уникальный метод кушать один раз в день все равно когда можно даже на ночь но тогда проснувшись вы должны до этого времени не есть у меня была такая интересная история в свое время работал на рынке когда-то у меня был магазин я заметил работали у меня ребята они грузчиками работали все были очень худые хотя и взрослые и вот как-то выпивали вот как-то выпивали с этими ребятами а владелец этого бизнеса был хорошо мне очень получалось я не буду говорить город и когда на рынке выпивали я говорю а я уже такой полный был за 100 килограмм наверно 117 было полный такой щеки красивые такие были не кучерявый я себе нравился и говорю там один из этих парней говорю сережа как тебе удается быть худым таким и вообще как ребята вам удается быть худым он говорит но мы утром встаем жены у нас вредная меня жена выгоняет прямо из дома я в чем стою в то одеваюсь еду на работу целый день работаю до позднего вечера потом вечером домой прихожу наедаюсь всего вообще еще и накачу если плохое настроение и ложусь спать и так каждый день уже на протяжении десяти лет я не обратил тогда на это внимание но со временем я понял действительно если человек ест один раз в день то сколько бы он не съел в этот один раз день он не поправляется а худеет это проверенный метод такой я его периодически использую то есть я в своей жизни ограничиваю себя в питании не ем сладкое не ем там стараюсь не есть стараюсь не принимать алкоголь я ну каш принимаю и так далее но если поправляюсь я вижу как набор веса происходит то я стараюсь кушать один раз в день случае если кушать один раз в день то я стараюсь кушать ближе к шести часам вечера если не получается можно и позже но очень много людей в случае если кушают шесть часов вечера или там в десять часов вечера то они быстро не засыпать тоже если они лягут спать то тогда поспят там два-три часа и целую ночь потом спать не будут почему когда мы принимаем пищу вечером то мы очень сбиваем свой циркадный ритм именно поэтому мое мнение такое что человеку лучше всего кушать до 11 часов вечера 11 на максимальное время в случае если в 11 вы кушаете то должны знать что спать вы скорее всего ляжете не ранее чем два часа ночи ну и в случае если вы утром проснулись после этого то уже пропустите завтрак и пропустите обед и уже вечером без перекусов кушайте уже чуть-чуть пораньше ну это конечно же не диетически опять таки хочу сказать что это персонально мое мнение это мои выводы случае если это вам не подходит или это нарушает какие-то ваши догмы то не нужно ругаться я не рекомендую использовать если у вас избыточный вес идите к врачу эндокринологу или еще кому-либо и пусть этот человек вам назначает препараты если человек набирает вес это происходит на войне то это может быть первое что нужно убрать алкоголь в любом виде и 2 глюкозу в любом виде ну это только за счет этого начнете худеть валентина швыгунова когда я отменяла походы на танцы на плавание думала это деньги сохраняться но с уменьшением расходов и доходы у меня стали меньше это как связано связано первая ступень школы колас я об этом говорю там я работаю преподавателем заведующим кафедры берет взятки тем самым подставляет преподавателей при проверке руководством заставляет нас делать работы вместо студентам которые ему заплатили уже все это надоело уводит ли уволит ли его начальство нет не уволит в том что это он все делает с разрешения вышестоящего начальства поэтому он зарабатывает деньги в отличие от вас и это его схема не зря же он руководитель кафедры вот молодец наталья кодину уже мы андрей андрей спрашивают для сына ему нужно уехать из квартире в риме ищет какой-то подходящий вариант другом регионе вместе поспокойнее рим хаотичный найдет ли варианту получится ли хорошо будет ему да если он переедет с рима пусть в милан едет в какой-нибудь город который не такой большой действительно ему будет лучше он боится больших городов и чуть-чуть он такой очень агрессивный город улюся кве . хочу спросить когда-то при своей подруге сказала ничего себе она тут же подхватила о то все мне ясно что последствия для меня конечно не очень нет нет это так не работает скажите могу в данной ситуации обряд откупа сделать или какой-то другой обряд нет нет я не думаю что за один раз это могло произойти так за один раз не действует даже если она сказала не ищите не ищите проблем вокруг себя разбирайтесь в себе оксана счастливая прошу вашей помощи и советая в разводе много лет встречая до конца этого года порядочного мужчину которым можно было бы верить и доверять нет не встретите из которой можно было бы создать семью нет нет не встретите до конца этого года не встретите и скорее всего даже в следующем не встретите ссоре но лучше горькая правда чем сладкая ложь ольга дубровина более трех лет школе работаю с практиками очень стараюсь делать философию радости очень вас уважаю извините за вопрос про замужество не задавала его и страшно почему страшно реально наболела наболела это плохо выйду ли я замуж будет ли у меня личная жизнь могу ли родить да вы выйдете замуж несмотря на то что вы много лет одна дело в том что основная идея замужества она связана вот с чем есть такие методы которые могут помочь женщине выйти замуж первый метод ощущайте в своем сердце тепло каждый раз когда вы смотрите на любого мужчину какого любого любого какого бы мужчины не видели перед собой попробуйте ощутить в сердце приятное состояние приятное состояние похоже на ощущение радости нежности чувство тепла трепета любое вообще делайте это завтрашнего дня уже через недели две замуж выйдете второе представляете каждый раз когда смотрите на любого мужчину на улице представляете будто у вас вокруг пупка теплый бублик который сияет золотом вот так как будто вам здесь на уровне пупка нагрели и там тепло тепло и третье все что вы не делаете прекрасного посвящайте этому своему скорейшему замужеству то есть кино какой бы мне кино посмотреть вот посмотрю это это к моему быстрому замужеству ой как мне хорошо вот час лягу спать и как мне хорошо на подушке посвящаю это своему быстрейшему замужеству скоро выйдете замуж р на а сатура вам скажите пожалуйста какое будущее у сына женится когда когда-то женится алина баранова у нас не сработала цифра 4 она хотела сама рожать для того чтобы эзотерические практики работали с человеком у него должна быть активная психическая энергия и магическая сила магическую силу развивать человек должен используя используя мой семинар который называется увеличение магической силы саман 4 5 или 6 я не помню самое последнее саман а для того чтобы психическая энергия была вы знаете то же что делать поэтому один человек будет рисовать цифру 4 и быстро это произойдет а другой будет рисовать и ничего не произойдет хотела сама рожать 3 июня делали кесарева все хорошо ну и хорошо что вы думаете об этом у меня прекрасная внучка поздравляю в новосибирске василиночка и нежно и не и и первые роды кесарева родилась ну так поздравляю вас что вы хотите от меня но не получилось вам не о чем думать надо думать о том что было раньше ну так радуйтесь внучка родилась получилось не получилось что с вами такое ну и не получилось у ребенок тоже идет три раза падает перед тем как начнет ну что родители ой почему у него с первого раза не почему с первого раза ну что с вами вам наверно скучно же катюша фриско здрасте андрей андрей живем семьей в польше работа у меня принципе хорошая офисная но я очень хочу открыть свою школу йоги здесь получится у меня не получится почему не знаю катрин катрин моя семья находится в херсоне безопасно ли им оставаться на своем месте не безопасно пусть переезжают куда-то или пытается куда-то сдвинуться марина помоцалю как скоро я найду работу с началом войны потеряла источник дохода везде принимают до 35 невзирая на опыт как жить дальше не знаю берете вводите найти работу домработница или поваром или еще чем-то и пытайтесь найти такую работу вита федорова стоит ли мне рассчитывать на мужа стоит эмеральда надия рекомендуйте символ подобрать для себя виглядь и колону для того чтобы не хворить и защищать себя от пролетов та злых людей че пиде хрест анг нет ревосторонний хрест можливо нет не пойдет может ли вы какие-то синий символ в якому краще металли че потрібно самому куповать и так краще подаровал заходите на мой сайт который называется дуйко точка маркет и там находите для себя талисман дуйко который защищает от любого влияния и носите его юлия журавель я уже год не могу найти хорошую работу лично жизнь тоже никак будет ли у меня хорошая работа и настоящий любимый мужчина работа хорошая будет а вот мужчина пока нет но будет потом саток сатуна как объяснить эзотерически мои заболевания аутоиммунный териодит и артрит когда организм борется с самим собой не принимает спасибо за ответ когда у человека есть заболевания щитовидки это говорит о том что человек очень сильно себя зажимает и не доверяет то есть человек не доверяет окружающему миру не доверяет себе и себя чрезвычайно как можно избавиться от заболеваний щитовидной железы первое найти человека который подавляет и начать его любить второе не подавлять самого себя третье доверять окружающим людям как доверять в постели доверять в жизни доверять просто доверять даже если человек человек с вами живет даже если ворует доверять ему для щитовидной железы и второй вариант как определить хорошо работает щитовидная железа или нет случае если у человека очень хорошо работает творчество то То есть он запросто сочиняет стихи, запросто может написать текст, запросто может нарисовать. Пятая чакра работает хорошо. И для того, чтобы ее запустить, старайтесь делать все для того, чтобы она работала. Что такое аутоиммунное? Аутоиммунное это иммунитет. А это еще что такое? Это невыполненные обещания. Это когда человек говорит, буду через 7 минут. И так повторяет часто. Или я обещаю это сделать и не делает. Или говорит, ну хорошо, я помогу. И не помогает. То есть чем больше обещаний, тем больше аутоиммунного происходит. Поэтому когда человек хочет не болеть аутоиммунными заболеваниями, то нужно перестать давать обещания. Перестать давать даже микрообещания. Буду через 3 минуты, а сам не через 3 минуты. Ну вот где-то так. Обещания, они могут быть банальные. Все будет супер. Вы сказали человеку, все будет супер, а супер не будет. Дали обещания, а это не исполнилось. Старайтесь лучше промолчать. Особенности заболеваний через коммуникацию. Себе говорите, похудею, а сами не худеете. Тоже обещание. Андрей Андреевич, Сангая. Какого дня по одному? Правильно делаете? Да. Доречи. Два Сангая в один день. Цены реального. В дома все починают сварыты себя. Иду же хочется спать. Да, данные Сангая, они связаны с деньгами. Для того, чтобы заставить человека работать, энергия денег, это энергия, связанная с конкуренцией. Когда люди думают о деньгах, они бесятся. Почему? У кого-то получается, у кого-то не получается. Поэтому, чем больше этой энергии вы привлекаете, тем больше агрессивнее это все становится. О чем это говорит? Сердца закрыты. Нужно отодвинуть эти Сангая и начать работать в Сангая, которое посвящено работе с открытым сердцем или для открытия сердца. Занимайтесь вот такими Сангая для открытия сердца. Тогда будут силы у вас это все делать. Я нахожусь в Николаевской области. Думаю ехать в Германию. Скажите, стоит ли уезжать? Скорее всего, нет. Расскажите о семинаре Проектор. Спасибо. Семинар Проектор – это мастер-класс, где я буду рассказывать, каким образом человек может изменить свою судьбу. Когда человек, вот смотрите, когда человек рождается, то он проживает с позиции эзотерики карму или долги своих родителей. Что такое карма? Карма – это поступки, за которые человек несет потом ответственность. То есть фактически это называется долг во времени. Такие поступки, они связаны с затемнением того, что называется гуны. Гуны – это грубо, что человек больше всего любит. То есть у одного человека этих гун обычно четыре. То есть человек любит рисовать, его гунотворчество работает. Человек любит видеть глазами, то есть его характер основывается на том, что он визуал. Человек вербальный, то есть человек любит все трогать руками, и он ощущает весь мир. Рэмпат чувствует психику других людей и так далее. Таким образом, каждый человек рождается с руководящей гуной или с закрытой гуной. Есть люди, у которых работает только одна гуна – это гуна живота. Они любят кушать и секс. Они ни о чем другом думать не могут, не хотят и так далее. Конечно, такой человек будет нетворческий, жадный и так далее. То есть это все называется гуны. Они обусловлены тем, что называется характер человека и карма. То есть поступки родителей повлияли на поступки этого человека, отяготив его карму и так далее. Когда встречается мужчина и женщина, то между ними появляется химия и гармония, гормоны и появляется интим. Так вот, в момент зарождения ребенка, в начале появляется энергетическое засвечивание, называется лампочка. Появляется ДНК этого человека, но она энергетическая. С одной стороны четыре гуны мамы, с другой стороны четыре гуны отца. Они между собой объединяются и формируют характер этого ребенка. В этом характере уже сформированы идеи агрессивности или наоборот обидчивости или еще чего-либо. Это его кармические прегрешения, которые являются или которые имеют задел в том, что делали родители в свое время. И такой ребенок рождается и для того, чтобы прожить жизнь, которая была у родителей, и для того, чтобы совершить такие же ошибки, как родители, и для того, чтобы быть таким же. То есть мама, папа были толстыми, ребенок будет толстым, гуна обжорства у него очень хорошо работает. И это называется ДНК. Такая лампочка зажигается и она высвечивает в пространстве события на сто лет жизни человека. И потом человек живет. Это называется проектором. А вот то, на что это высвечивается, называется калачакрой или чакрой времени, полотном. Это полотно тоже каждый день создается. Вот существует тайный такой обряд, который позволяет человеку от момента его настоящего вернуться в момент зачатия, правильно запустить лампочку, убрать прегрешения родителей, убрать свои долги, высветить правильно полотно или сделать полотно таким, чтобы оно было правильно. А правильно это значит поставить другую задачу, чем планировалась задача в самом начале вашей жизни. То есть задача была прожить как родители, быть таким же чуть-чуть богатым, чуть-чуть счастливым, чуть-чуть там еще каким-то, но не на полную катушку. Чуть-чуть боящимся, чуть-чуть вредным, чуть-чуть еще там завистливым, чуть-чуть радостным и так далее. То есть не на полную катушку. так вот это все можно изменить можно изменить лампочку можно изменить полотно можно изменить характер все можно изменить я могу вам сказать что человеку достаточно одного раза в жизни пройти такой обряд который я называю проектор для того чтобы жизнь тотально изменилась в какую сторону это офигенно то есть сразу же начинает вести изменяется жизнь изменяется отношения людей изменяется характер изменяются родители изменяются даже те люди которые по крови связано где найти запись я этот обряд буду проводить он сложный то есть она связана там с дыханием с объяснениями это мастер-класс и он где-то идет полтора-два часа участвуют в этом люди онлайн называется он обрядом проектор о нем можно почитать перейдя на мой сайт duiko.guru и записаться на данный обряд и по присутствовать во время проведения мой данного обряда ольга чан спасибо за все что делаете для нас как отправить просад за прибежище не нужно я делаю для учеников школы все безвозмездно то есть то есть даром наталья тимошенко каждый человек имеет свое собственное мнение всегда остается при своем мнении ну и что да так и есть я тоже с вами согласен каждого своем мнении здравствуйте андрей андрей скажите будь ласка коли мене с семьей можно повернутись в харьков наша квартира сруйнована еще в березне мы в полтавской области чудово мы будем без хоть камы нет нет после окончания войны вы получите квартиру не нужно переживать и уже в конце августа можно будет в ту сторону ехать татьяна филонова здрасте андрей андреевич очень интересная ваша передача нужно зайти на официальный сайт мой и я здесь на официальном сайте буду здрасте андрей андреевич как можно помочь сыну не употреблять наркотики я уже это рассказывал хочу еще раз дать вам этот метод он действительно очень эффективный он эзотерический смотрите нужно разделить вашего ребенка не нужно его присутствие вообще вот я то чему вас научу это очень эффективно работает попробуйте один раз это услышать а потом в записи еще раз пересмотреть я сегодня хочу дать вам два таких обряда я их посвящаю выздоровлению моей мамы моя мама живет на территории крыма и ей плохо она очень взрослый человек она 38 года рождения и сейчас она себя плохо чувствует и мне очень хочется чтобы она выздоровела поэтому я хочу сегодня дать два таких обряда которые я обычно людям не даю но я это посвящаю ее выздоровлению пусть моя мамочка любимая будет здорово так хочется чтобы она еще пожила прямо очень хочется я очень люблю и любил всегда своих родителей любил своего папу любил свою маму и люблю свою маму папа к сожалению умер я люблю своих сестер их у меня много я люблю своих детей люблю жену люблю тёщу мне нравится жизнь моя знаете один раз в своей жизни два раза в своей жизни я уже перенес окончание жизни один раз это было когда 11 месяцев в гипсе лежал а потом 11 лет болел онкологическим заболеванием ну бог так помог наверное сейчас не болеет фу-фу-фу-фу ну и и при до сих пор эти травмы от кашливаются у меня и могу сказать что когда попадаешь в тяжелое состояние когда плохо то потом начинаешь очень ценить свою жизнь знаете прям очень очень ценить знаете жизнь это важно наверно стоит человеку побывать в предсмертном одре для того чтобы понять что самое дорогое что есть жизни это все таки не квартиры и машины а это все-таки отношения семья любовь теплота необходимость желания служить кому-то знаете и быть в общем-то хорошим человеком по этому поводу очень хорошо написано в этой книге здесь написано о том что очищение своего бытия совершенствования в духовном знании благотворительность владения чувствами изучение знаний разных аскетизм простота отказ от насилия правдивость негневливость доброта отрешенность от дурного спокойствие отсутствие стремления злословий сострадания ко всем живым существам отсутствие алчности мягкость скромность решительность целеустремленность и способность прощать стойкость чистота отсутствие зависти и стремление к почестям таковые трансцендентные качества праведных людей наделенных божественной природой я специально это выписал для себя и решил вам это прочитать становитесь духовными людьми ну что ж давайте сегодня расскажу и так первый способ как эзотерически помочь своему ребенку избавиться от вредной привычки вы знаете что мать имеет просто невероятные силы так как она энергетически кровью связана со своим ребенком это что может сделать мать при правильном подходе не может сделать ни один другой человек ну кроме мага допустим может ли мать помочь своему ребенку бросить алкоголь наркотики и так далее конечно как необходимо проводить практику это нужно сделать так вечером с открытыми глазами необходимо представить своего ребенка будто вы его видите второе представьте его в двух ипостасях с левой стороны представьте его маленьким хорошим добрым приятным таким маленьким как будто он только родился а с правой стороны представьте его вот этим негодяем который ворует обманывает кричит наркотики употребляет ничтожеством разделить их друг от друга того который хороший в одну сторону поставьте а того который плохой в другую сторону поставки и потом говорите берите мысли на палку и начинайте бить того который не хороший бейте его палкой говорите пошел вон и дальше матом от моего сына он у меня хороший отличьму ничтожество негодяй можно хуже словами и представляете будто его вы гоняете за территорию своего сына как бы выбиваете его палкой отгоняйте потом представляете будто указательным пальцем правой руки рисуйте огненный шар вокруг своего ребенка и представляете будто ваш ребенок весь горит как огонь и произносите складывая ручки ты мой сыночек вот ты настоящий вот ты самый любимый пусть тебе все дороги откроются пусть тебе силы появятся делайте это так многократно на протяжении дня по 5 раз самое важное когда будете обращаться к своему настоящему ребенку в этот момент очень важно ощущать теплые и приятные и здесь подчеркните пять раз слова чувства это очень важно в этот момент чувства ощущать это не любовь это это как бы трансцендентные чувства матери к ребенку то есть того ощущения когда можно было его любить безвозмездно трансцендентно не за что-то если так делать на протяжении в конце запечатываете его произносить омахун хохохри это мантры которые дают в первой ступени также хочу сказать что данные практики лучше всего работают с людьми все же прошедшими мою первую ступень и имеющим по отношению к себе защиту моим в моем лице в моей школе это могут получить ученики только прошедшие первую ступень почему 10 человек просто так с улицы это делает то по нему данная энергия которая является энергией грего реальной то есть эта энергия всех алкоголиков и наркоманов она может бить по человеку бить его в печень в половые органы в вены в ноги и так далее поэтому человек который просто так с улицы попытается это сделать у него могут быть плохие отходники и извините за это слово то есть это может быть просто у человека откаты как говорят в эзотерике ученики опытные или люди опытные случай если у человека есть первая ступень то такие откаты буду получать я могу вам сказать что для меня это не опасно то есть я нормально это переношу и никак это особо не ощущаю поэтому все же пройдите первую ступень она платная и убрал в бесплатного доступа ну и второй вариант часто очень люди говорят мне андрей андреевич я боюсь того или иного там боюсь общаться боюсь находить магазины заходить боюсь там с мужчинами встречаться быть что делать с элементом боюсь выделите один элемент допустим в моей жизни было так я очень боялся общаться у меня был уже бизнес готовы в свое время это я открыл завод который сделал ювелирные украшения и наделывать их ювелирных украшений много решил их развести по разным ювелирным магазинам но я столкнулся с тем что мне было очень страшно то есть я думал вот я зайду они мне откажут и мне вот это ощущение что откажут она у меня ранило или начнут меня там как это в народе говорят там хамить мне или там сморить или еще что-то делать кстати чморить плохой слове никогда его не использовать и это состояние она меня беспокоило мне было страшно столкнулся с этим еще в юном возрасте когда поступаю в институт мне нужно было сдавать экзамен и я столкнулся с тем что у меня прямо парализовала перед этим экзаменом то есть жизнь я был коммуникабельный человек с легкостью разговаривал потом когда в институте уже учился столкнулся с тем что я не смог разговаривать там с девочкой которая мне нравилась той жизни все было хорошо и с ней там разговаривал и так далее когда время пришло и я решил подойти к ней сказать там там не помню как язык ну помню но это неважно и говорю когда хотел с ней поближе познакомиться пригласить ее куда-то и так далее так не подошел и говорю начал говорить заикаться она правда все поняла сразу и сказала мне ты что хочешь меня куда-то пригласить и да ну отлично тогда приглашали вот знаете это было так смешно но страшно я думал это со временем пройдет сейчас я могу сказать что это со временем не проходила у меня это длитель длилось долго но я знаю что существует методы я сегодня о нем скажу который на сто процентов сделает то что вы боитесь вашим коньком каким образом это устроено как это устроено по принципу нейролингвистического программирования но нейролингвистическое программирование она немножко пусть меня простят там люди которые его преподают она немножко убога потому что люди которые занимались им не занимались эзотерикой эзотерика пошла немножко дальше опять-таки хочу сказать что это условно да не условно исключительно моего персональное мнение конечно же я не противник и не нейролингвистическое программирование психологии знакомые с психоанализом и с нейролингвистическим программированием и многое бы мог рассказать даже книгу написал она называется психоанализ от дыкода и и наверно кто-то читал психотерапия она называется ну давайте все-таки вернемся так вот если изучать долго эзотерику и психосоматику можно так сказать то часто мы замечаем что в тот момент когда человек угрюм то он опускает глаза вниз и здесь как говорил blend бендлер он говорил что случае если человек смотрит в части в нижнюю левую на дно видит если в нижнюю правую он другое видит и так далее это для нас сейчас не играет никакой роли мы должны создать молекулу наших воспоминаний когда вы чего-то боитесь постарайтесь опустить глаза вниз в пространство и вспомнить либо события визуально либо что-либо почувствовать но сделай так чтобы что-то кольнуло в груди чтобы что-то кольнуло в животе это эхо вашего тела на то событие которое вы будете вновь переживать называется ретроспективой и здесь вот такая тема смотрите когда мы переживаем то энергия тратится у нас в нижних чакрах в упанишадах сказано о том что высоко над человеком живет богиня калии которая создает эффект защиты человека и что необходимо сделать в тот момент когда вы чего-то боитесь представьте это в виде картинки молекулы или шара в котором это происходит перед вами внизу создайте эту молекулу и второе поднимите эту молекулу как можно выше над собой на расстоянии над головой не менее двух размеров вашей головы после этого сделайте вдох выдох и вы столкнетесь с тем что у вас изменится это состояние не делайте часто делайте один раз в неделю почему потому что если сделать чаще то может появиться небольшие такие психические отклонения в виде неврозов виде бессонниц или наоборот компульсивно-обсессивное состояние или угрюмость и так далее на это в течение недели не обращайте никакого внимания если возможно выполнив так даже один раз вы столкнетесь с тем что второго или третьего раза возможно не понадобится даже единоразовое использование данного метода позволяет человеку навсегда избавиться от страхов навсегда избавиться от того что его беспокоит почему раньше вы боялись после этого перенесли в мечты от мечты разрушают то что нас беспокоило потому что мечтам не нравится все деструктивное самый низ нашего энергетического кокона нашей ауры это элементы деструктивно разрушающий самый высокий элемент это наши мечты о чем мы мечтаем и они сладкие если взять деструктивное и перенести в мир мечтаний то деструктивное становится положительным тем самым происходит разрушение самой тяжелой мучающие человека программы здравствуйте андрей андреевич расскажите какое за три ска и свойства имеет камень флюорит не знаю я могу сказать о таких камнях чараид они чараид сердолик сердолик это камень императора всегда считалось что печати человека печати которые делались в греции в римской империи они как правило делались на сердолики считается сердолик камнем единорога и считается единорог это животное везение или создающего человека почет и везение считается что у единорога рог был сделан из сердолика также считается что если человек носит на себе сердолик он становится добрее мужественнее и отважнее и бесстрашнее ему везет я могу продавать четкие сердолика у нас есть сердолик шунгит если у человека есть должники можно использовать камень шунгит тогда все должники отдадут деньги также шунгит является тем что может убирать у человека заболевания так человек который практикует с черными цвета четками это агат-гагат это шунгит может избавляться вот таких вот неприятностей далее какой там еще жемчуг жемчуг позволяет управлять психическими проблемами в случае если у человека есть психические заболевания в случае если человеку необходимо быть лучшим в творчестве хорошо уметь петь или танцевать или сочинять стихи если он журналист им необходимо придумывать если необходимо развить речь или использовать свои навыки филологические или философские то человеку лучше всего использовать жемчуг случае если у человека есть дар целителя то развить его а также также купировать или ограничить влияние на человека помогут четкие сделанные из янтаря настоящего здрасте андрей не скажите что можно представить чтобы девушка в тебя влюбилась и хорошо относилась начинайте ухаживать за ней только делайте это красиво начинайте ухаживать гладьте ее говорите ей часто какая она красивая и после этого на третий день ложить ее в постель случае если женщина согласилась постель после ухаживания можете сто процентов знать что она будет дальнейшим ваш я очень люблю моего абул фаза но нас хотят разлучить но я причем и так друзья мои я желаю вам успеха я желаю вам счастья и радости пусть вашей жизни будет все хорошо если у вас возникают вопросы они звучат так как выйти замуж как влюбить кого-либо и так далее я хочу вам дать совет переходите на мой сайт дуйко . гуру на моем сайте есть ряд моих семинаров это семинары которые называются быстрое замужество первая вторая третья часть очарование партнера с помощью эзотерики этот как девушку сделать чтобы она любила и тогда мне не везет что с этим сделать есть семинар который называется семинаром обретения фортуны не отдают деньги там есть удаление зла такой семинар на вас влияют вы ощущаете ощущаете есть семинар который называется избавление от порчи сглаза первая вторая часть целителем хотите стать заходите трехдневный семинар обучения целителя обещаю что если вы после этого семинара или после просматривания этих 12 часов семинара не сможете официально не сможете профессионально помогать другому человеку и за секунды убирать его боли или заболевания я обещаю вам вернуть потраченные вами деньги одним словом переходите на мой сайт выбирайте для себя те семинары которые больше всего вам подходят и становитесь становитесь